Пишет, пишет. Всем привет! Баба Вера, как всегда, с вами. Ребята, в первую очередь, сегодня 8 марта. Хочу всех девочек поздравить с 8 марта, пожелать мира, тепла, добра. Мы такой кошмар пережили, 10 дней кошмара, вы не представляете. Сидеть в подвале, бомбежка эта над тобой. Не знаешь, вылезешь ты оттуда, не вылезешь. Это жуть. Ещё на руках 6-месячный ребёнок. Внучка моя Настёна, боже, бедный ребёнок. В таком возрасте такое пережить врагу не пожелаешь. Я прям, ой, но хочу, чтобы у всех был мир. Мир, тишина. Ребята, Господи, это самое главное в жизни. Ой, мы молили Бога, чтобы это всё прошло. Уговаривали. Боже мой. А на внучку как смотрела. Наш дом, я так эмоционально не могу выразить всё. В наш дом попал снаряд. Пробило балконы. Вылетали во всех стёклах. Можете представить? У нас, слава Богу, всё целое. Он, глядя и слушая людей, которые остались без жилья, без всего, сердце кровью обливается. Не хочу, чтобы такое хоть кто-то в жизни пережил. Сидишь в подвале. Холодно, голодно. Кусочек хлеба, глоток воды, свеча. Десять дней этого кошмара. Это жуть. Мы пришли домой, положили внучку. Она свет увидела. Вы видели. Она в подвале ползать начала. Поползла. Просто поползла. Это так. Я стояла, плакала. Не выдерживает нервы. Не выдерживает здоровья. Всё это, глядеть на всё. Но, слава Богу, стрелять перестали. Мы уже в квартире дома. Ну, нет ни света, ни воды. Сейчас занимаются ремонтом. Обещали дать свет. О, скоро. Потом появится у нас и вода. Может, будет какие-то, как говорят, цивилизация уже хоть какая-то. Слава Богу, скажем мы тогда. И тогда я начну снимать ролики. Ребята, не волнуйтесь. Всё нормально. Буду снимать дальше ролики. Всё. Даже выходить в прямой эфир. Это я вам обещаю. Всё будет хорошо. Ой, я верю в это. Я верю, что на нашу землю придёт мир. И всё будет благополучно. Что мы, в конце концов, поймём друг друга. Начнём понимать. Ведь даже в Библии написано. Возлюби ближнего своего. Ребята, ну, я понимаю. Не каждому дано любить. О, ну, не умейте. Это надо любить. Это надо мужество, веру, силу иметь. О, ну, хоть уважайте друг друга. Понимаете? Надо уважать друг друга. Понимать друг друга. И тогда будет всё хорошо. Так что, ребята, надеюсь на скорую встречу с вами. Пока-пока. До мирных дней.